Вечером 1 июня в подмосковном Путилково был убит 24-летний Никита Белянкин. По словам очевидцев, он решил вступиться за незнакомых мужчин, которых избивали около десятка человек. В ходе конфликта его ударили ножом в сердце. Преступление получило большой резонанс, в том числе потому, что погибший служил в спецназе ГРУ и воевал в Сирии. По словам его отца Алексея Белянкина, его сын оборонялся от толпы травматическим пистолетом. По словам родственника погибшего, Белянкин сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего выпустил по ногам нападавших почти весь магазин с патронами. Он подчеркнул, что у сына была лицензия на это оружие. Алексей Белянкин заявил, что у погибшего было патологическое чувство справедливости, поэтому он пошел в силовики. Телеграм-канал БАЗа пишет, что конфликт, в котором убит бывший спецназовец ГРУ, начался на национальной почве. Сидевшие в баре Армении пытались выгнать, а затем забить насмерть двух парней за то, что те были русскими. Инцидент произошел поздним вечером 1 июня в подмосковной деревне Путилково. Двое местных жителей зашли в бар, чтобы выпить пиво. Однако посетителям армянам не понравилось, что их компанию разбавили двое русских. Они потребовали от парней покинуть заведение, однако те отказались, так как уже успели сделать заказ. Конфликт быстро перешел в групповое избиение и выплеснулся из бара на улицу. Проходивший мимо ефрейтер ГРУ Никита Белянген увидел, как толпа приезжих забивает насмерть двоих русских парней. Он кинулся с жертвом на выручку и тем самым спас им жизнь. Однако один из участников драки ударил бывшего спецназовца ножом прямо в сердце. Белянген скончался на месте до приезда машины скорой помощи. 3 июня телеграм-канал 112 сообщил, что убийцей бывшего ефрейтера спецназа ГРУ предположительно оказался шашлычник Григор Огонян. Кроме того, другие участники драки признались, что после произошедшего купили убийце билет на самолет до Армении. По словам Белянгена, следователи рассказали, что всех причастных к убийству его сына установили и большинство из них уехали в Армению. Мне сказали, что Армения по такому делу выдаст всех. Это почти точно, сообщил отец погибшего спецназовца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова